Продолжение следует... 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 Минута 21-151 Красников просто похуже стартовал И так впереди 19-кратный чемпион мира По мотогонкам на льду Заслуженный мастер спорта Николай Красников С ТВС имени Габдарахмана Кадырова Уфа Башкортостан 8 раз он в личном зачете чемпионата Чемпиона мира 6 раз чемпиона России Я думаю что и экипировка у него наверное своя Ну я не думаю С мотокроссом одинаковая У ледового спидвей там один сапог Один на одной ноге, другой внутри То есть они там закладывают поворот Из каких-то покрышек они там изобретают Вот этот внутренний у них сапог Такой совсем чудной Получается В ледовом спидвей летнем Там титановый ботинок То есть они ставят искры высекают А зимой-то вообще такое не производится особо Специфический вид спорта Жуткий такой Если смотреть вблизи То есть как они Одна передача, старт И потом на этой второй передаче Они лупят, не сбрасывая газ Практически заваливают мотоцикл Тоже падение жуткие конечно У них там вылеты Ну средняя скорость там 105 км в час Это вот здесь скорость 50 Даже у лидеров 40 с чем-то Здесь 100 с лишним На малюсеньком кольце 400 метров А некоторые треки бывают еще и короче Там 300 с чем-то Это зависит от конфигурации стадиона самого Красников очень сильно увеличил Достаточно хорошо увеличил разрыв От Паши Орешкова Все-таки он подготовился Мартюченко подготовил себе смену достойную Ну как бы он сказал Что я буду ездить Хотя для меня это хобби такое Но оно как бы на долгие годы То есть не то, что он этот год проездил А потом не будет Поэтому я думаю, что мы Николая будем видеть Вот во всяком случае Спартах Завидная регулярность Может быть еще для до профи скоростей Не хватит здесь как бы Но да Спартов-то их уже более чем достаточно В любом случае Просто вот если брать этапы те То он резко добавил по выносливости То есть сейчас уже вопрос не стоит Если Паша Орешков его догонял-обгонял Там по ходу заездом в Устюге Тоже здесь уже об этом речи не идет Еще интересно непосредственно такое общение Тоже вот мы брали интервью у него Что как раз у Шевченко там В Устюге То есть что спортсмены думают Вот о трассе О этом Ну правда может быть перед гонкой Они не так многословны Говорят я буду стараться Я буду до сюда То есть как бы уже после гонки Основные эмоции выхлестывают Не любят они вообще общаться долго Ну как бы да Не говори гонку Потому что мало ли На моей практике крайне редко удавалось С кем-то поговорить до старта Да практически ни с кем Не только со снегоходчиками Да и вообще со спортсменами Не любят они эти предварительные интервью Плохие у них приметы И поэтому они не очень любят Ну после там практически уже все скомкано Как бы и времени нет Особого здесь До того есть просто время Что когда гонщики готовятся Как бы это А потом уже фактически Это после матчевые Вот пресс-конференции Когда сажают там гонщиков И о чем-то их там расспрашивают Пока мы с вами тут говорили У нас Минута 23 Караченцев прошел дубовика И у дубовика какие-то проблемы Похожи на сход У нас Давненько мы не видели Грин монстра нашего С красными глазами К сожалению Что-то с ним нехорошее происходит Орешков отстал на 24-7 Сейчас у нас от лидера Вот тут на вираже получается полкруга считается Ну 24-7 конечно не полкруга Круг минут 23 Вот сейчас идет Я имею в виду на вот этом вот изгибе Минута 21 у него лучший круг Минута 21 У самого Орешкова была минута 21-254 Но сейчас Паша идет минута 30 и 7 То есть он сбросился гораздо глобальнее Чем лидер Но болеют за него Болеют Весьма Весьма Мы Слышим Группа поддержки у него здесь фаны Серьезно Пришли со своим флагом Написано на российском флаге Новый Урингой О, а как на Европе-то у нас Рязанцева приветствовали Там раскатали такой баннер Во всю трибуну Здоровенный Гоу Дмитрий Гоу Там на английский написали У него там серьезная компания За него болела Так у Куклина проблемы Некие возникли у 68-го номера Он во всяком случае Караченцов вперед пропустил Что-то со спортами творится Нехорошее Под занавес заезда Да Вадим Куклин съехал И у нас осталось на трассе В итоге Четыре гонщика всего Да На подиум натягиваем пока Да Все закончил Вадим гонку Сидит Очки поднял Снегоход заглушил Что там у него произошло Со снегоходом Непонятно Ну вот он Ну здесь задача еще технику сохранить Потому что это же любительские Это личные снегоходы Там уже Да Добивать его Добивать его наверное не хочется Все поехал он в технический парк Со своим снегоходом через предстартовую зону Ну а тем не менее Пашу Так и продолжают поддерживать Всякий раз Когда он проезжает мимо Своих болельщиков В поклонников Ну а лидеру Два круга Осталось На все про все Да Немножко у нас Якис нудновато Как говорят Братья Украинцы Получилась гонка Классе спорт Ну что сделаешь Вот то что есть Что есть Потому что конечно Вот когда У нас кировские гонщики Бились тогда Тоже вот за третье место Вот эти То есть такая Несколько оживляло борьбу Ну что сделаешь В общем-то Вот будем Стараться И этот класс развивать Когда 100 снегоходов Это интереснее И особенно интересно Снежный биатлон Вот это Когда с пейнтбольными ружьями Они стреляют Бегают такие дяди По 100 килограмм С лишним В мотоботах Падают Стреляют Из этих ружей Но там правда Даже решили Сделали биатлонные мишени Но решили не фиксировать Кто попал Не попал Они просто в сторону Мишени выстреливали Но вот эта беготня С падениями Там они оставляли Снегоход Бежали Стреляли Бежали обратно Там за них болел народ Так это Не скажи Ну учитывая что у нас Еще есть и биатлон танковый Поэтому в принципе Это уже не Не удивительно Хотели провести Снегоход Снегоход Снегоходный биатлон И мишени купили Но снег Приказал Долго жить Вообще Все растаяло То есть там Только уже на квадриках Можно было Наверное Или по грязи На снегоходах Что-то такое На последнем круге На последний круг Да Отправляется На последний круг И красников Далеко вперед Лидер Обеспечил себе Не просто комфортное А супер комфортный Отрыв И уже можно Особо машину не рвать Спокойно ехать Потому что даже Где у нас там Павел Павел Покажись Перед нами Показался Склеров Караченцев Ну и вот Пол круга Осталось Примерно Вон он Паша Проехал Лидером Паша На последнем круге Ну да Отрыв был 44 секунды То есть уже Пол круга Отрыв пол круга Итак Сейчас будет Небольшой перерыв Тоже мы сейчас Определимся По времени Как мы идем По графику И нет И два заезда У нас Взрослые Он Заезд Юноши 876 Караченцев Но на круг Его Паша Догоняет Ну что Поздравляем мы Красников Победитель В одни ворота Николай Выиграл Этот этап И стал Победителем Чемпионата Моциклетной Федерации России Классе Спорт Сезона 2015 Вот вам и дебют Да Дебют у него Вышел Вполне себе Не блин Который Титулов Титулов у него Много Кажем Но он Заодно Еще один Кубок Поставит Свою Немаленькую Коллекцию Шесть раз Он выиграл Чемпионат России В личном зачете По водогонкам На льду Восемь раз Личный Чемпионат Мира Но командных Там не перечесть Но команды Наверное не у него В квартире Да Они стоят В клубах Получаются Кубки Так вторым Финиширует Вице-чемпион Кстати говоря Это вице-чемпион МФР По кроссовности Охот Владе Спорт Орешков Павел Орешков Он был четвертый В спортах В прошлом году Да И как бы Улучшил свои позиции Добравшись До второй Ступеньки Подиума Много сил Заняла гонка Вот едут ребята Явно видно Что устали Я так боюсь Что у нас Еще и Паша Не совсем в форме Он же копчик Отшиб Очень здорово Тогда он вообще Ходить не мог После Вот этого Казахского Казахского Дебюта На Европе Сильный удар Такой был Вообще